Доброй ночи всем еще раз, у микрофона друг это студия игрокам ТВ при поддержке Тима Пайра. Начинаем трансляцию матча между Invictus Gaming и Team Secret. Ну собственно IG выиграли первую игру, а вторую слили и Секреты оказались намного проворнее и сильнее во втором матче, нежели выглядели в первом. С другой стороны в первом матче IG хорошенько так затерпели, а там с антимагом сложно было после затерпения такого жесткого не позволить Бернингу развалить все позиции команды. ВИЧ Доктор в пике IG, Клокверк, Шадоу Финт, ну и антимаг забаним в Team Secret. Может есть вариант под ВИЧ Доктора взять известного всем Вайда, чтобы это все было по классике. Может быть есть смысл. IG в одном шаге от вылета и Секреты, несмотря на то, что слили первую игру, во второй реабилитировались и показали в общем-то, почему они считаются фаворитами данного турнира. Поэтому мне почему-то кажется, что IG должны что-то придумывать, иначе без каких-то современных модных штук, точнее на современных этих модных штуках, переиграть Секретов вряд ли у них получится. Секреты хорошо готовились, Секреты естественно. С патчем 6.84 прекрасно знакомы, они под него подготовлены, видно, что у них свои страты какие-то есть. IG надо какая-то имбовая абсолютно комбинация, в частности SF был бы неплох под нормальные купола, но Вайда давно не берут и очень жаль, очень жаль. Хотя так сказать, чтобы сильно урезали его, да не было такого, сильно его не урезали и жизнь Вайду тоже не очень портили, поэтому я думаю, что вариант, конечно, пикнуть его был бы, но IG не факт, что рискнут. Фантом Лансер, наверное, появится в очередной раз, но в прошлый раз, в прошлый раз, Пэлл не зашел. Квапань в бане сперва. Пика Шторм Спирит от IG на Мид Лейн, ну и надо еще Керри, Керри, хотя подождите, SF, Керри, Шторм Спирит, Керри. Все, Шторм Спирит, Керри, Мид Лейн, скорее всего, будет SF, Клокверк отправляется на сложную линию, никаких Вайдов забудьте. Это уже просто, просто это на усталость идей, такие приходят. Команда Сикрет, последний бан от них. IG не хватает одного саппорта. Винтерн Виверн, наверное. Нет, Шейкер, наверное, Шейкер. Винтерн Виверн забанили IG, я думал, себе могут забрать ее. А кто же будет переворачивать эту игру с ног на голову? У меня просто вопрос. Чем бить? Чем Луну контролить? Кто будет под SF все делать необходимое? Кто будет... Я не знаю, как-то всех надо же собрать вместе. Но будет Эникма в этом матче сегодня или не будет? Да и под Луну тоже собрать было бы неплохо. Может, есть смысл Магнуса вообще на мидлейн пикнуть? Сыра отправить в сложную, а... Лину с Баунти Хантером посаппортить немножечко. Ну, у меня есть подозрение, что Лина, скорее всего, для С4. Да, Шадоу Шаман в пике. Команды Сикрет. Давно его не было. Появлялся на этом Интернешнале, но не часто совершенно. Это IG, последний пик. Сейчас против Шадоу Шамана зайдет какой-нибудь Леон. Или еще какой-нибудь... Дазл, например, вторым. С саппортом. Дазла не банили, не пикали. Можно, в принципе, два фиолетовых саппорта. Ну и минимум времени у IG. Кто будет саппортом? Энигма. Энигма. Давай, 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 давай. Фейт, давай, посоветуйся с Чуанем. Эншент Опарэйшн. Эншент Опарэйшн. Под Шторм Спирит это, в принципе, нормально. На самом деле, под Клока, под Шторм Спирита врывы и минус один сто процентов. А там, если попадет хорошо, то может и минус все. Паппи забирает себе Шадоу Шамана. Артизи будет играть на Луне. Мидлейн. Это значит, С4 на Лине. Дарксир. Зай на сложную линию. И Баунти Хантер. Это Куроки. Ну и со стороны команды Инвиктус Гейминг. Думаю, Фейт будет играть на... На том же он будет играть. Наверное, на Вич Докторе, мне кажется. Кси забирает себе Клокторка на сложную. Феррари будет на СФ. Бернинг будет на Шторм Спирит. Мне так кажется. Нет, Чуань будет играть на Вич Докторе. Да, Фейт будет играть на... Эээ... Эншант Опарэйшн. Ну и... Бернинг будет фармить... На... На ком Бернинг. Будет фармить на СФ. И судя по тому, как он крутился, ему очень нравится эта идея. Фармить на СФ. Молочага. Ну что, пожелаем удачи командам Коллектив Invictus Gaming в неприятном положении На самом деле Секреты хорошо напикали здесь Если лица не будут То по идее должны выиграть данный матч Секреты подготовленнее Посерьезней Да и как коллектив немного поскилловее Хотя здесь тоже потрясающие кадры Бернинг и Феррари Чуань тот же Чего стоит Звезд конечно нет таких Как в команде Секрет Их чтобы знаете на весь мир гремел На весь мир гремели Но Так все уже под челинг тач Все абсолютно Руками если начнут бить Просто разорвут соперника Все руну отжали Внизу тоже руна Но брать ее по сути некому Лина не добежит Артизи побежал за ней Артизи на всякий случай Говорит А я рискну Согласен с тобой полностью Так на Бернинга Выходит уже Кура Полетели каски в него Кура можно и зацепить здесь И Бернинг одним Кайлом попал Чуань некоторое время будет здесь Кура видит И он это знает прекрасно Поэтому сюда не идет По вражескому лесу Разбираться Что там вообще находится И ждет курьера Кура Здесь курьера вряд ли будут водить Игроки командой Айджи Это было бы Как-то немножко даже странно Не повели Кура будет абсолютно прав Если его здесь зарежет Чуань бежит курьера На хай граунде встречать Вот это я понимаю Ответственность На тебе Чуань На тебе еще раз На тебе Кура Ладно окей Я пошел Айс стоит Дальше ждет Вот уже террорист Так Зай в это время Пять на ноль У С4 На линии Семь на два У Бернинга Пять на два Семь на один Феррари На Шторм Спирите В прошлый раз С4 Точно так же стоял На топ линии Играя за Сторону Дайр Играя За Шторм Спирита Но стоял он против Против Кстати Дарк Сира Он и стоял Просто поменялись ролями Ну и на мидлейн Собирается сразу Три игрока Команда ИДЖИ Кси отсюда уходит Хотя был инвиз И был вариант Наверное в коге Кого-то закрыть Но у него батареасаут Не было В два Он Рокет Флэр Прокачал Видимо вообще Там туго с фармом Это неудивительно Лина Через Люсин Бим Разумеется Лунар Блессинг В один Ну и сейчас Ждем Глэйвы Прокачанные Так Дарк Сир Погибает В лесу Команда ИДЖИ Далековато немножко Зашел Зайз За это поплатился И Это ФБ для Инвиктос Гейминг Ну и на фрифарме Стоит Артизия Чего добивается Команда ИДЖИ Мне не очень понятно Таким вот мувом Ну не думают же они Что Шторм Спирит Например с Луной Может тягаться Луна просто БКБ соберет И Блэкинг Бар В принципе этого Шторма В никуда отправляет А дальше Юзаешь Эклипс И пусть Шторм там Летает Делает что хочет Секреты выигрывают 300 по голде И по экспириенсу 300 тоже для секрета При учете Филсблад От Инвиктос Гейминг Пей даже 5 на 3 Вот это поделал Отводики Пацаны 18-4 У С4 И у Бёрнинга 16 на 4 Бёрнинг Бёрнинг Плюс 20 Уже имею Сколько здесь 22 Чуть-чуть Совсем осталось Бёрнингу Про максик Дэмэдж Там уже попроще Ситуация Кура Опять в инвизи Ну и Секреты продолжают давить экономически Это со старта игры Начинается И По идее Если IG никаких переворотов не делают То Все это На Поток Ставится И команда Секрет Просто-напросто В конце игры Унижает команду И Так Бёрнинг Быстренько под тавер Вдруг что Чуан Еще один вард Артизий 30 на 12 Первый Крипстат Бёрнинг 27 на 6 24 У Феррари 27 У С4 Точнее 26 У Феррари И 27 У С4 С4 Классно стоит Со стороны команды IG Еще и в лес Тут перемещается Бёрнинг По дамаге Всего достаточно Тут кстати Не справится Одним Shadow Race А до второго Ждать и ждать Еще Сам себе Делает отводы Курьер уже Боттал По-моему Несет ему Да Сейчас Бёрнинг Все В принципе Настаканая Здесь Развалит Ну и Бёрнинг Данетвордс Должен быть Топовый На карте 2800 У него 2700 Для луны Артизи 6 левела Пока не качал Ни Мунглейв Ни Эклипс Только сейчас Эклипс прокачал Ну и еще Один левел В запасе Есть Хотя может Он в плюсы Идет Кто знает Чуаня Могут Кстати Здесь Вдвоем Расковырять Третьего Левела Вич Доктор Кура В инвизе Он видит Чуаня Просветка Пошла От Чуаня И Чуань Бежать Отсюда И Бернинг Уже сюда На мидлейн Опять Издеваться Будет По фарму Над Линой Секреты Выигрывают Тысячу По голдей По экспириенсу Чуть менее Пятиста Для них Лина Зашла За спину У Лины Есть Инфа Где находится Чуани Кура Дает Эту инфу И Артизи Классно Все вышло Здесь По голде 740 Просто на руки Капнуло Луне И 755 Экспириенс Прям великолепно Здесь Артизи Совпало Все для него Ждем пуша Команды Секреты Для этого Необходимо Еще Пупей Насыграть Шестой Левел Зая Будут Ловить Айджи Фрари Его не отпускают Фрари Уже есть Седьмой Левел Поэтому Все Абсолютно Спокойно Фейт Конечно Наполучал Здесь Очень Жестко Пупей Выходить Не будет Даже при том Что у него Есть Эзершок Здесь Фейт Уходит Команда Сикреты Забирает В это время Тауэр На топлей Не летит Сюда Некому Дефать Нечем Так что По идее Должны Тауэр Забрать Хотя Было бы Желание В самом деле Вроде Есть Сфок Быстро Старается Разложить Всех Луна Улетает Вниз Диа Диа В ТОП ТОР УХット АВТ Ради почти 10 минут сыграно 3к по голде секреты по экспириансу 0 абсолютно и ну и давайте смотреть вещички ничего учивания у сф а вот и фото для бёрдинга уже готов пока еще и рима фрикен и метро скором времени должна появиться шторм спирит от фирали рингов базилус пц ботал тоже относительные артефакты клокверк с танкой в бутсами и эншин до париж но от фейта тоже транспорт уже по идее должен быть с хедреской и остается копейки до приобретения мики но давайте теперь по команде секрет пробежимся транквилу пупеем даркси аркан бутсы салу ринг стал шилд лина став офицедрену талисман ботул мэджик он пузовский поймали ferrari феррари бывают ну и здесь секреты просто давят колоссально хура кровь это время уже урпу виновно собирался бутсов спид 900 голды есть у него чуть ли не фейсбуц и покупай со старта у артизи есть аквила power threads барабаны артизи первое место по фарму эсцефа даже обгоню файт внизу состоялся баунти хантер где-то регенерацию взял а шадо шаман забрал клокверка ну и потеряли дарксира игроки команды секрет по итогу это все в плюс команда айджи на 530 голды и там на 600 если не ошибаюсь экспириенса как Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну как немножко Минута 4 наверное осталось Херари регент что ли забрал Да у Херари есть регент Просто упарывается По тихому кура увидели Херари может уже сейчас Криваться на него Криво приехал до 100% Ну и все Команда IG просто забрала один фраг И уходит отсюда А Секреты и не подходили близко Главное что есть у Секретов Это Артизи Который все время фармит Он не сильно отстает от СФ Но потенциал у Луны Гораздо больше чем у Шадоу Финда Ну и Артизи Просто молочак На самом деле у него уже есть Огр Клаб Рингу Факвила Барабаны В Блэк Кинг Бар Собирается Артизи Как я понимаю Вряд ли это будет Саша Яша Какой-нибудь Смешной Так Сфо поднимает Чуаня Запиливает в него Лагуна Блэйд Чуаня выживает Бернинг вовремя Провязал Меку Малочака БКБ у СФа Требует еще Митрилхаммер А так в принципе Огр Клаб и рецепт уже есть В Артизи В Артизи Тысяча голды После Огр Клаба Эклипс второго левела Если вдруг подойти Захочет Бернинг Бернингов до БКБ Еще далековато Да и Артизи Тоже немало До Блэк Кинг Бара Дяя Товерная дверь под атакой. Две с половиной секреты по золоту и по экспериянсу тоже секреты. Полторы тысячи. Ну, пассивная, конечно, игра за 17 минут 12 фрагов. Как-то непривычно для современной доты под номером 684. Блин, аккуратно играют. Команды, естественно, тут на грани вылетая одна и вторая. Поражение и ошибка — это заведомо худший фейл, наверное, кода, который может быть. Пси врывается в артизи. И Феррари врывается в артизи. Аегу забирает Шторм Спирит. То есть украл. Украл Аегу, получается, Шторм. Те Феррари здесь в любом случае запилят. И Бёрнинг не успевает сделать ульту Бёрнинг. На КГ начинает пытаться разрутиться. На этом все и закончилось. И АГ неудачно ворвались. Вот и украденный Аегис. Вот и украденный Аегис. Но толком команде АГ не принес, только более разочарование. 1700 голды заработали в Секрет. Так, до аппарата еще одна по линии не попадает. Ну и Секреты продолжают доминировать. По золоту 1000. С копейками упала за этот файт. В принципе, они выигрывают 4,5. А по экспириенсу где-то под пятерку выигрывает Team Secret. Ну и какие-то выходы от команды Секрет в лес. Сейчас пока рановато на самом деле, потому что у Луны не Блокинг Бара. Артизи пока 1700 на руках имеет. И, в принципе, драться сейчас смысла нет, потому что Луну можно и слить. Хотя вот если IG нарвется, то можно и так подраться. Очень быстро Чуаня разваливает Артизи. С4 в это время кси разрывает на куски. Ну и команда Секрет просто лишние халявные деньги на ровном месте. Зарабатывает 1250 по золоту, 1450 по экспириенсу. Сделали, что хотели. Пошли дальше. 7000 по голде и 7000 по экспириенсу. Мне кажется, Секреты дальше будут идти по сетке узоров. Все у них будет в порядке. Такие IG данной команды не померли. Так, поймали еще и фейта. Просто в расход вообще всю команду IG пустили. 8000 Секреты по золоту, по экспириенсу. Тоже Секреты где-то под восьмерку, может, даже в девятку. Си врывается в С4. Кто старается, так и так Си. Си поговорил, плейдмейла нет. Сразу извините. Чуань танцует в кустах. Лучшие танцы от Чуаня вообще за всю игру, но танцев не хватило. В итоге все выжили и Чуаня просто-напросто сейчас уничтожит. Каски через секунду, он не доживет до них. Не доживает. Полетели как лосок. Ну и Чуаня просто раздувает здесь С4. 13-8. В это время файт перемещается на центральную линию. Зай бегает у нас за Феррари. Ну и по идее Феррари может погибнуть. Хотя нет, Бернинг пришел сайвить Феррари, но и никуда Зай не успевает. Подожди, у тебя Даггер есть у Зая. Да, он прыгает за Феррари и сжигает, бедняка. Самоубийство от него, а Бернинг. Лох ЭП и Бернинг отсюда бежать. 14-8 становится еще отсюда, 10 по золоту и 9 по экспириенсу. 23 минуты, 10к секреты с золота и 10 по экспириенсу. Ну, как-то не очень все это смотрится от команды IG. Врывы неорганизованные. То есть нападают ни толпой, ни всем селом. Как-то одного делеганта отпустили. И сразу после того, как умер первый, начинают врываться все остальные. Но на этом секреты и ловят своих оппонентов. Поднимает СФ АСФО. Бернинг с БКП. По ерунды с ним, по идее, проходить не должно. АСФО убивает Артизи. Прая за ульту и дальше просто наваливать по всем. Чуванин ЛОУКП-шный. За Артизи прыгает Феррари. Артизи ловят. Артизи убивают. 2 в 1. Купей ЛОУКП-пупей тоже убивает IG. Не побежал дальше Феррари. Слушайте, ну так нормально. Троих забрали. И столько денег, наверное, подняли, что... Жесть. 3 200. 3 20. И 5 200 по экспириансу. Феррари заряды себе в гладселоне хоть подправил немножко. Сл Heat. АСФОidor. МОН. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Какой-то слив из пабов просто случился у команды Сикрет. Гвардиан Грифс есть уже у Зая, Даггер есть, Солеринг есть. У Луны после... После, после, после... Так, СФО себе уже приобрел Аганим, как я понимаю. Да, у СФО готов Аганим. Продолжение следует... У Артизи... 2 200 на руках. В принципе, непонятно. Может будет копить на... Яшу не приобретает, поэтому Манта Стайл, скорее всего... Скорее всего, здесь не будет появляться. В прошлой игре Артизи просто забивал на Манта Стайл, и он ему неинтересен был. Если не ошибаюсь, Беттерфляй будет следующим артефактом Луна тарить. Шадоу Шаман от Пупея. Поинт Бустер есть, и... 3000 осталось до Аганима. Блинк Даггер тоже у Шадоу Шамана есть. Ну и последний... По списку Баунти Хантера у него есть Аркан Буци, Пайпов Инсайд, Кура уже собрал, Урнов Шадоуз и Мэджик Вонт. Ну и нормально. По фарму, посмотрите, 3 саппорта, обгоняют 3 саппортов команда IG. И это печально не только саппортов, но и, например, оффлейнер. Кси на предпредпоследнем месте. Чуань, Пойнт Бустер, Бутс Офф Спид. Фейт, Транквилл Буци, Клак, ну и печальная ситуация абсолютно для него. Второе место в команде IG занимает Шторм Спирит, Бладстоун, 2500 на руках. Ну и первое Бёрник на шаду Финде, у него есть Даггер, у него есть БКБ, Мекка и Пауэр Трэдс. Вроде как хорошо, всё под деньгом видно, что 13,5 Кау, лучший по Нетворцу, но пользы от этих артефактов, конечно, в вопросе дэмэджа практически никакой. Так, прыгает дальше Пупей. Фейта будут ловить. Пусты ульта от него. Фейта развалили. Сфо примёрз, бедняжка, ульта прошла по Пупею, ну и Фейта в любом случае убили. 8К, Секреты и 7 по экспириенсу. Секреты забирают Роху, к тому же. Ну и 10К опять восстановили по голде, 8 по экспириенсу. Пора уже как-то начинать давить идти. Артизер всё-таки приобретает себе Яшу. Первый раз поигрался со мной, в этот раз просто протроллил. В общем-то там копейки остаются до Манта Стайла. Хотя, может быть, и Саша Яша вообще будет на луне, тоже как вариант. Да, всё-таки Саша Яша приобретает себе Артизи. Прыгает на него Пси. И вот плейдмейл, Артизи БКБ. И что, и не умрёт, наверное, ещё Артизи здесь. Хотя, вместе с Бёрнингом убить было несложно, Артизи. С добрым утром, Артизи. Просто отлично ульту. Бёрнинг раскастовал. Как раз вот появление Артизи впритык. Причём, там столько дамаги, наверное, влил. Просто же так. Посмотрим после Эрлопайта, сколько Бёрнинг вообще там не помил. Ого! Кто-то Секреты ответили. Где с пылы? Что происходит? Что не так с файд-рекам? Файт продолжается. 3 в 1. Ответили игроки команды Сикреты за смерть Артизи тремя фрагами. А что СФ? Это СФ, так показывает, сколько дамаги нанёс. 908 от него. И даже Дарк Сир поболее будет. Поставил ворды. По идее, Тавр, если деф от него придёт, будет ложиться. Ксей прыгает в пупе. И я поднимаю его сразу же СФ, и пупе может таким образом уйти. Ну и Ксей здесь наполучал. Его просто зарешал в данной ситуации. Тавр ещё стоит. И треть хп у него остаётся. Оооо, спасибо. У Луны уже есть, ой, у Луны, у Лины, от СФО уже есть. Супер Клап. Видимо, Блэкинг Бар будет собирать СФО. Почему бы и нет, если с руки драться, например, с тем же Клокерком под Блэйдмэйлом, это не вариант совершенно. А если Клок на тебя врывается, ты узнаешь БКБ, я думаю, Лина разнести Клоком может. Клок на тебя! и 350 голды, чтобы соперник получил 700. Тысяча способов. Зай прыгает на хэкграунд, на фейд. Стяжка есть у сыра, но не стал юзать. Там уже под ногами был. Вот что было. Айс Вортекс был. Появляется Скади у Шадоу Финда. Немножко странно. Кстати, в это время появляется Аганим у Шадоу Шамана и Блэк Кин Бар прилетает для Лины. Теперь СФО может не бояться ничего, просто идти и бить с руки. Делает это Лина так, как будто она из пулемета тараторит. Так что дамаги много вносит. Плюс своего демеджа вот 150 почти. Бернингс хорошо оторвался на самом деле от своих оппонентов, но он один. в топе по Нетворцу. Сразу за ним три игрока команды Секрет. Ну и потом только идет Феррари с 11 тысячами и отлично. Т保ноту В기에 Верхнее Верхнее двое Эти Впереди Аганим Розвит Розвит И 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 Ну и по мидлейну собралась команда Сикрет, а IG в это время топчется на собственном хайграунде. Цена вопросов достаточно высока, поэтому просто так сливаться не хотят. Ну и соперник у них такой, что не даст им долго там стоять. Я надеюсь, что секреты какие-то маломальски агрессивные методы будут использовать. Они 15 тысяч выигрывают по золоту и по экспириенцию 12. Один раз, а именно первый раз, они уже так поиграли. Там правда антимаг был, здесь наоборот лейт за командой Сикрет. У Бернинга полторы тысячи после приобретения Eye of Sky. Курость сейчас Бернинга, если увидит, то там и все, и закончится. Кси закрывают в ворды. Тыbauеш! Бернинга видать много твоих! Бернинга! так секреты 17000 по голде по экспириенсу 12 с копейками тоже в пользу team secret ну и продолжает фармить хотят преимущество давите довести до того уровня когда не будет шансов у вай g противостоять заходу на хайграунд давайте партифак там пробежимся bloodstone есть у ferrari с двумя зарядами бкб и power threats больше ничего ancient operations glimmer cape burning в складе 2400 укси blade mail и транквил бутсы 1200 на руках это мы видели где артизе артизе какой там артизе с фоком теле видели ничего антс аганимом пупей с даггером с аганимом брассеры полторы тысячи сверху удар ксера просто с руки расковырял там плот я вся команда секрет лук и пешки начинает бить по фейту здесь артизе у него есть уже скади фейд умирает дальше за бёрнингом бёрнинг умирает минус 4 команды секрет и стяжка пошла по чего ничего он тоже отправляется в таверну каски здесь нет смысла давать как между прочим тимой от команды секрет артизе убивает троих байбеки есть у клок верка и уэсс 3200 по голде секреты 7300 по экспириансу вот это заходить на хайграунд нет не думаю чё вообще туда ходить зачем всего лишь вся команда в таверне сидит да я спотом талан сандра так ну и артизе под искать уже две тысячи на руках кстати никаких доминаторов ничего такого это луна без отхила какого-либо никакого вампирика нет артизе просто с руки разваливает каждая 40 минута на роху зашли игроки команды секрет так же в это время с хайграунда бьются ну клокер могла врываться но он в таверне в этом есть небольшая проблема сыр забирает себя из фо у него уже есть плейт мэйл а гони мьюл и бкб тоже есть здесь тэж ну 2200 мэйл 4200 у в секреты вроде осмелели вроде готовы заходить на хэль граунд solar крест баунти-хантра есть варды с аганимом варды с аганимом 3 левела тоже есть 128 дамаги от лордов убивать как быть не сложнее но дамаж это не очень жестко центральная линия сыпется и луна не оставляет вообще в покое и шансов не страдает команде айджи секреты то ли дальше фармит то ли пес его знает они выигрывают 30 к по золоту и 27 по экспириенс артизи есть уже игл сонка осталось 900 голды дом quarterstaff а курьер уже полетел аккорд став уже есть у артизи просто ну талисманов эвэйджин надо себе принести готова бабочка для луны по нижней линии игроки команды секрет варды через сколько 30 секунд потому что другую какую-то сторону а может кстати и ждут шадо шамана 25 секунд в принципе со следующей пачкой уже можно будет заходить прилетает butterfly для артизи ну и купей все варды откатились варды на хайграунд феррари прогресса купея варды по эндженд аппарэйшену луна тоже его бьет ну и все по чуть-чуть понемножку но линию по идее должны скушать правилу пэкси прыгает на зая умирает в итоге ради под фонтану и вторая линия падает и команда секрет пошла на 3 лайн нет они пошли на т4 здесь есть луна нечего в принципе тут бояться феррари прыгать на артизи тяжко поднимает артизи и артизи может и умереть здесь берлинг лоха пешный луна живет вообще получилось она живет на это просто потерянная эго феррари отправляет в таверну его нет байпэка это двигая град на самом деле есть команда секрет выигрывает данное противостояние и проходит дальше командой джи останавливается на той же стадии на которой остановитесь темным паком а вот тим секрет туда туда отправились игроки команды виртуус про тим секрет новый соперник коллектива виртуус про и это знаете ли совсем не просто для вб совсем не просто виртуус про будет завтра в 11 часов вечера вторыми это просписание в 11 а по факту в половину четвертого утра виртууса будут играть против тем секрет ну и матч мвп феникс против команды вичи гейминг ну что друзья в принципе сейчас все я думаю что небольшая пауза и услышимся и все кого он в у в Субтитры создавал DimaTorzok